Друзья, всем добрый вечер! Четвертый сезон лиги Crossfire Пересекли мы вчера Экватор Пятый тур у нас сегодня Сезон этот организован компанией Mail.ru Компанией-локализатором игры Crossfire В России СНГ и при спонсорской поддержке Компанией AMD Сами как всегда я окрох, а пока что я один Гостей у меня никаких нет Ну, не знаю, может быть и будут, а может быть и не будут Наверное, к раскладам на этот тур мы вернемся После этой игры Сначала нам нужно ее посмотреть Из того, что следует отметить То, что сегодня играем полностью и целиком Карту Мехико Ну и первая игра сразу замечательная Не оставит нас равнодушными, я подозреваю Потому что у команды красные Я сейчас людям отпишу, что я готов А то меня походу ждут У красных на данный момент 9 очков А у Титанов Испортс 12 Они так шутя не шутя Вчера в кое-каких источниках Отписывались, ну что, типа мы сегодня рвем красных И четко оставляем их на третьем месте Ну, как бы посмотрим Пока они идут без потерь Вот он, как бы первый экзамен У Титанов серьезный коллективчик Один из двух фаворитов Нашего сезона И не Еремия им на первом месте Попадается Так сказать Чего? Привет солдатам Иннокентия Жесть О чем это, Калавей? Вот, попадаются им красные Ну, красных потерпели Они вчера свое первое поражение Давайте сразу, наверное, уже к игре Будем походу разбираться Потерпели первое поражение От команды Еремия И осталось у них 9 очков То есть не стопроцентный результат Ну, а у... Титанов стопроцентный Не застал я, честно говоря Как распределилось Как определяли Кто за какую сторону будет играть Но Титаны стали В том же самом составе В котором они играют Практически в том же самом составе Вот у них одна замена Есть Дейл Остальные обидел О МГ Фарш Хек и Калавей О МГ Фарш уже так Что это? Обидел, изучает фонарь Дела Ну, не знаю Карта интересная Соперник у Титанов Довольно-таки интересный Были разные игры У красных Тогда еще Виртус Про И Рулигент В общем-то Под разными тегами Ну, собственно У этого состава были Абсолютно Полярные, скажем так Результаты на карте Мехико Было и шикарное Шикарное выступление Против китайцев Да, на ВЦГ 2011 Было и разгромное поражение 8-0 от Еремии В общем-то Чего только на этой карте не было Поэтому Нельзя сказать, что Как раньше Да, начинаем играть за Дефенс Все, мы выиграем Как бы никого здесь Ничего не волнует Ничего подобного Карта в последнее время Тоже стала В неком роде рандомная Ну, вот Как бы начали За здравие Не знаю Закончат этот раунд За упокой Титаны Ну Пока что они Раз, два, три В четвером В четвером В троих Ну, правда ХП, УКВ, УХЕК Вообще ни о чем Мы странноватый такой Холд Но, тем не менее Центр занимает В принципе, он особо красным не нужен По последним событиям По последним тактикам На Мехико Играется здесь В отдачу Центр Хотя, двоих потеряли Но отбиваются Отбиваются красные Их уже двое Давайте Смотреть, что они делают Кстати, трик Трик сток Трик сток Базе Б Точка у нас открыта Получается Ну, трик на проскок Смотрит эту точку Как-то никто особо Ее не чекает Как-то больше подбираются Ну, нет Все-таки решается Заходить точку А Давайте за триком Смотреть Он проскок этот ловит Первого Первого увидел, но не поймал Второго увидел, но не поймал Быстрый ретейк Сейчас, я думаю, вряд ли Его кто-то будет ожидать Конечно, в этом ретейке Ну так Пока расставится Трик может зайти С своего волшебного деглапана Раздавать Заходит Номер раз Пошел Причем с калаша Номер два пошел И третий пошел Базя ворвался Минус три Просто жесть Ну, вот Расхлябанность К чему приводит Да, если бы Четко расставили Спамили бы ворота То ничего бы этого не случилось Ждали, как обычно Этого ждут от коллектива Что поставится бомба Люди будут долго чекать Долго высматривать На холдах как-то заходить И на удачу Точку А выбивать Ничего подобного Красные берут четко Первый раунд 1-0 Ну Не знаю Моя чуйка, наверное, до сих пор Еще спит Я вот Не чувствую Не чувствую, как закончится Эта игра Может быть, чуточку попозже Это будет Если, конечно Красные У красных будет какой-то результат Кроме победного Ничья или поражение Это, конечно, будет сенсация И тогда они уже Четко, наверное, будут оставаться На третьем месте Потому что Если даже В туре потом Титаны сольют Еремии Да Все равно По личным встречам Титаны окажутся выше Чем красные Ну Так или иначе Как бы придется им Встречаться Встречаться в полуфинале Поэтому Такая Возможная тренировка Полуфинала у нас сегодня Титаны против красных Ну Пока в пользу красных Эта тренировка Пожестче у них Мехико Выглядит, да И как бы там ни было Но 2-0 они играют За дефенс Нужные им раунды Забирают Забирают Не буду я наверное Обсуждать вчерашнюю игру С Еремией Может быть потом В паузе Много вопросов Много толков И суждений Что да как Ну вот Да Поняли Поняли Что можно играть Против титанов Чуточку понаглее Не тот этот соперник Не тот этот соперник Против которого Стоит опасаться И бояться Ну и моральное преимущество Себе вырваю Двое проравшили сток Минус обидел И постоянные проблемы У пятого игрока Титанов Не знаю Конечно Вот когда так Играешь четвером Надеяться на победу Против серьезного соперника Мне кажется Не стоит Можно игру отыграть Но можно И отыграть И со счетом 8-0 Если красные Сейчас там Разойдутся 5-0 Да Ну хорош Фарш Поймал человека Гранату Ну сразу же От гнуса Минус 2 Равняет он ситуацию И даже в свою Пользу Выравнивает Дейл Ласт Дейл Новичок В составе Получает по щам И 3-0 Так вот Если счет будет 5-0 Я думаю Что уже не отпустят Какой-нибудь там Тем более Вот по-прежнему По-прежнему Четвером играют И не выходит Никто Какие-то странности Видимо 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 Вообще Обслив Этой игры У нас Ребята Да Смотрите Какое художество Это конечно Жесть Калвей Сердечко Просто Жесть Чем занимается Калвей Ужас Ну это Кошмар Просто Настроен Чувак на борьбу Нарисовал Сердечко Вот это В хайлайт Момент Должен пойти Как Калвей Рисует Сердечко То есть Минус 4 Минус 4 Минус 5 Минус 3 Там Жесткий ретейк Отбив бомбы И паун Калвей Рисует Сердечко Ну Я даже Запомню Этот момент Кстати Видимо Долго Тренировался Парень Ну как бы По игре Тут особо Обсуждать Нечего Я думал Что будет Борьба Что На красных Серьезно Титаны Настроиться Ну во первых У них Полная фигня С составом Сейчас творится В четвером Они уже По моему Третий раунд Подряд Играют И Не знаю Не знаю Такая Сливная игра Какая-то Получается, я думаю, что даже долго она не будет как-то тут углубляться в аналитику и в серьёзный момент. Ну их просто нет, тупо нет. Если первый раунд могли взять, да, то остальные не могут взять. Ну и на руку, конечно, красным. Я думаю, что были у них в голове какие-то расклады, потому что... Что там, Килл Вей опять? Килл Вей хреновый художник в этом раунде, но попытка номер два. Я, кстати, тоже такой Мерис Опер, у меня техника чуть другая. Опа-опа. Так. Что? Что это будет? Сердечко в кружочке. Поразительный результат этой игры. Два сердечка! Я не знаю, какая-то тупоржака обидел. Хорош. На центре. Ну, смотри. Смотрите, тем не менее, как бы, чтобы не делали, но всё равно уже вдвоём остается трик. И на этот раз опять-таки база. Но трик с Мочкой, и оба они на точке А. Ну что, посмотрим, как разыграют. Бомба лежит на центре, никто этого не слышит из красных. Стоят они далековато, но вот сейчас будут ловить их. Базя, базя. Продавливает дымы и никого. Не забирает там хп у Дейла. Хорошо, поснимал. Хорош. Клв минус трик. Базя последний в соточку. Он и вдвоём на него. Ну, одного дал, второго нет. Наконец-таки первый раунд в четвером за атаку берут у красных. Титана. Что бы было, если бы они были в пятером? Ну, жаль, что вот так складывается. Очень жаль, что так складывается. Вот, неужели, неужели Хек пришёл? Ура. Просто ура. Ну, прикиньте, сейчас попрёт, короче. Попрёт и с 1-4, с 0-4 будет 4-4, потом 7-4. Ну, мне кажется, уже абсолютно без разницы. Выйдет, выйдут красные на первое место, не выйдут. Они хорошие под ноги. Хаешечка. Вообще не боится МГ-фарш. Как бы играют, понятно, в бронежилетах и шлемах, но это такой минус небольшой, что люди не боятся гранат. Как бы реализм чуточку теряется. Ну, и снимет мне 50 хп. Ну, у нас долгие машновойны на центре. Те и другие пытаются зафигачить подъём и мост. Ну, и Дейл тут остался. Единственный, кто выжил в этой войне. Из атаки никого не убили у красных. Обидел вообще занимается своими делами. Дейлу находится контакт в кишке. Мы пошли добирать, пошли добирать. Обидело. Добирают. Дейла знают, где он. Есть по нему инфа. Спрыг. Ниндзя. Минус. 1-5. Да, это даже хорошо, наверное, что я не разговаривал, не раскладывал, что может получиться в этой игре. А то бы я... Получается, что много играл бы. Ну, я, честно говоря, надеялся, что всё-таки будет жарко. Но вот как-то из титанов пацаны не готовы сегодня. То ли им глубоко на как ехать на эту игру. Ну, Чечня. Чечня в дымы. Я не знаю, на месте красных, наверное, бы отдать этот центр. Но единственное, что Гнус за стенкой остался. Может он повеевать. Если его потеряют, ничего страшного абсолютно не будет. В общем, ему уже и деваться некогда. Ну, никого не теряют особо. Ну, злую бабулю потеряли. Ну, с подъёма его вышибли. ОМГ фарш и... И из-за сена. Из-за сена, из-за гор. Опять хек вылетает. Последний остаётся. Знает, где он. Гнус прекрасно знает. Там же щёлочка. Рука торчит. Есть. Минус 2 от фарша. Прям тайминг выдержал жестокий. И вдвоих остаётся. Тишина. Трик ждёт. Трик ждёт на выход. Нормально всё. Так, минус трик. Жесть. Смотрите, у Реовольта примерно столько же хп. 23, 25. Чуть больше у Реовольта. Ну, иногда бывает так, что и один хп решает. Ну, посмотрим. Как бы... Кто кого быстрее увидит, я думаю, тот и победит. Стрельба, в принципе, поставлена. Что у того, что у другого. У Реовольта может быть пожёстче она поставлена, конечно. Реовольт гуляет. Реовольт не знает, где бомба. И фарш, смотрите. Ах, нет, пошёл. Я думал, пошёл на центр, сейчас встретит. Реовольт тупо стоит мост. Замер прям. Ну, его не видно с восьми ящиков. Или видно. Ну, фарш уже там гуляет. Смотрите. Тонс, троттотонс. По затылку. Есть контакт. 2-5. 2-5. Может, Реовольт вышел куда-то. Фиг его знает. Не пойми, что произошло. Но 2-5. Мало этого, честно говоря, за атаку. Мне кажется, раунда в 5 нужно набирать титанам, чтобы хоть как-то во второй половине побороться. Но попробуй возьми их на Мехико. Нельзя сказать, что у красных это в последнее время очень сильная карта. Вот вообще нельзя сказать. На Мехико, я думаю, играть научились абсолютно все команды. Хотя многие их не любят. Не любят, точнее, эту карту. Говорят, что она нубская, короткая. Типа, пускай здесь играют паблики. Нефиг здесь делать про игрокам. Ну, это только в последнее время так любовь остыла. Раньше, я помню, во всех турнирах очень даже катали Мехико. Клай Бабуля выдает смоки. Первого встречает. Не знает, правда, что там есть второй, но он не показывается, в принципе. Мы пошли выходить в центр. Ну, вот могли бы Титаны сыграть на том, что стоит много народу на центре. Причем, ну, стандартно. Стоит один на подъеме. Гнус все-таки забирает своего оппонента. Есть у него еще на мосту тело. Кончаются патроны. Как же же Гнуса не забирают-то? Ужас. Он на волне успеха пошел. Пошел к мосту. Знает, где у него чувак в спине торчит. Но все-таки мост не забирает. Реавольт, Ласт, двоих. Через ящики забирают его. Три и пять. Ну, вот, да. Вот, да. Вот на этом центре можно отыграть. В две флешки выходить. Одну за угол, одну на подъем. И, в принципе, можно класть. Потому что... Ну, как бы... Не знаю. Красные олдскульно играют на самом-то деле. Надеясь на что, я не понимаю. Потому что уровень стрельбы серьезный у людей подрос. Да и позиции, раскиды знают. Как, допустим, Гнуса можно... Из-за вот этой вот стенки флешку от ворота откинуть. И он за стенкой будет профлешен. Так что, причем вдвоем на выход стоят. Давненько я такого не видел. Ну, просто на откос. На откос этим временем трика забирают на стоках. Тут через дым. Сейчас, если потянутся, то как бы особо там никого и не будет. Просто базе подошел. У нас перетяг на центр. Реовольт. Немало уже потерпел. Немало. И по хп, конечно, у красных небольшенькие фейлы намечаются. Ну да, посмотрели сток. Все думали, что это раш. Перешли. Атака крутит-вертит. И вроде не стоят и не идут. Сильно это, конечно, нервирует. Ну, с хорошей позиции занимает. Под него флешка не ложится. Ложится она ему под ноги. Но из-за того, что ящики... Да, вторая флешка и вторая не ложится. Первого коцает. Первого коцает и пропускает. Это Килвей. Килвей пытается бороться. Пытается с Гнусом бороться. Минус злая бабуля. Базя отыгрывает. Обидела. Центр забирают. Ну, пошла хлпа. Так, где у нас Реовольт? Реовольт вообще стоит на Б. Базе. Базе, 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 базе. Видели базе в воротах. Гнуса пока что не видели. Дает она ему инфу. Но Гнуса кишки-то опасается. Особо не выходит. Троим в троих. По хп, в принципе, практически ровно. Ну, вот как-то непонятная заминка у нас на центре. Опа, второй проскочил. Нормуль. Там Реовольт, если что. Реовольт щелочку высматривает. Выход в восьмерки. Первого видит. Не попадает. Видит опять голову. Просто бегает перед ним. Там шоу. Ту-ру-ту-ру-тум. Ту-ру-тум. Ту-ру-тум. Никого он не снимает. Базю разменивает. Два в два. Ну, 27 секунд. Надо уже на какую-то позицию заходить. Гнус тут нервничает потихонечку из-за гробов. Как бы его мошняют. Он забирает первого. В размен попадает. Ну, и Дейлу надо торопиться. Видели? Видели, откуда простреливали. Был это Реовольт. Вторую дуэль подряд. Попытается на пик поймать. Бежит со всех ног. Они обезвредили бомбу в точку А. Ту-ду-ду-тум. Уходит, смотрит. Так, Труберно смотрит. И ж бан ставит. Раунд за красными. 3-6 после дефуза будет. Они обезвредили бомбу. Ну, неплохие, кстати. Титаны абсолютно неплохие. Мне они... Как... Поначалу я их не знал. Потом начинали нравиться. Ну, и теперь как бы это все... Ой-ой-ой. Раш тока. Есть. Забирают. Второго база бушует. Ну, надо его разменивать. Срочно. Но от этого пошел центр нервничать. УМГ фарш. Вдвоем с Дейлом. Фарша ни о чем хп. Такой быстрый, неожиданный раунд. Стоки поджали и все. И титанов развалили. Не ждали. Нет. Хотя народа туда пошло много. Посмотреть, что происходит. В принципе, встречались 3 в 2. От атаки на двоих положили. Один утекнул. Да, минус Дейл. Аркада центра. На последнем издыхании. 6 хп. Все. Первая половина. 7-3. Не сказать, что очень четко. Но забирают ее. Красные. Как есть. Меняемся. Не знаю, если бы хек не отсутствовал 3 раунда или 4 раунда, то я думаю, что было бы все. Было бы по-другому. Было бы 5-7. И вторая половина может быть получилась. Хотя, в принципе, тоже нормальный результат. За дефенс можно играть с таким результатом. Посмотрим, как. Так, что-то у меня все подвисло. Нет, не подвисло. Выдержали 5 секунд. Побежали. Посмотрим. Давайте. Тут, наверное, сверху стоит посмотреть, что изменится. ВМГ Фарш, Дюк вдвоем на центре. Ну, тоже. Тоже олдскул играют. Причем вдвоем за стенкой. Есть минус первый. А злой бабули на Дейли. Это Аун. Ворота выбивает из-за сена. Ну и пошел Раскит. И наглый выход. Минус Фарш. Дюк. Ну, вот я не знаю, конечно. Я не знаю. 3 в 4. Можно было бы и отпустить. Центр. Давно уже никто не играет с поджимом этого самого центра. Почему? Тот и другой коллектив это исполняет. Ну, это можно делать иногда, да? Ну, либо делать это всегда. Ну, бог его знает. Короче, разные. Могут быть расклады, но ни у тех, ни у других особо эта тактика не играла. Просто если в первой половине особо не наглели Титаны ходить на центр, да? Но опасались они массов. Да, я пошел за ход Б. Минус здесь тело. Клв последний на. Он абсолютно никому не нужен. Точка, в принципе, вместе с ним. У него через ворота здесь тралят. Тралят. 55 хп у него на все. Про все. Вдвоих выходит и... Рип. 8-3. Я думаю, уверовали в себя уже. Красные, что... Все нормально, пацаны. Тащим. Так, ну этот раз одного Дюка кидают. Пошел, пошел. Выход центра к Дюку подбираются. Это ужас. Просто какой-то выходит он. Дает два. Ну вот так можно играть, да? Вдвоем вышли, никого не увидели. Красные. Опа-опа, все хорошо. А тут появляется Дюк и начинает фигачить в центре. Вот так можно. Базя, Базя, Базя. С кем же ты? С кем же ты? И ни с кем. Последний. 1-1. Так, ну смотрим. Ну, побыстрее чуть играть. Пытаются, смотрите, трик. Опять то ли думают, что нащупали слабое место. Ну, все. Дюк все понимает. Прекрасно откидывает ХЕшку. Не будет он стреляться. Пошла туда же флешечка. Ну и центра дали. Правильно сделали? Двоих минусуют. Точнее, одного. Пока что злая бабуля. Он был из-за сена. Оу, ряволь любитель пострелять по трактористам. Сберданочки. Ну, зачем-то пытаются перестреливаться с красными титанами. Вот я не знаю. Ну, стоят они вам на центре. Не мешают, что ли? Ну, и точку А отпускают. Ну, теперь с двух сторон придется выбивать эту точку. С деглом, УМГ фарш. Ну, встрял, конечно. Минус он. Обидел. Обидел, оскорбил. В троих. Ну, растягивать его будут. Реовольт, смотрите. Интересно. С позиции. Все. Попалился он. Ну, и уже дальше, конечно, обидел. Очень сильно далеко не пойдет. Надо ему как-то решать вот эту вот проблему в плане Реовольта. То есть подснимают у него хп, выходит на него он. И 2-1 в пользу красных. Сегодня вот у нас еще такая четвертая игра будет. И Ремия, и Лита Баку. Даже не знаю, чего от нее ожидать. То ли рекорда нового по сыгранной игре на турнире официальном. Да, бабуля, хорош. Наконец-таки через сено он прошел. Ну, и все. Поплыли, насколько я понимаю, уже. Титаны. Дэйл Ласт. Сейчас будет матч-поинт у красных. Случается он. И последний раунд им до победы остается. Сломалась игра. Причем сломалась, я так понимаю, из-за вылета. Из-за вылета Хека. Отсутствие его там в 3-4 раундах. Не было бы этого. Не рисовал бы Кэлвей сердечки. Я думаю, что игра бы чуточку хотя бы по-другому сложилась. И более-менее ровная борьба была. Потому что это Мехико. Здесь как бы очень интересно. Ну, был бы счет не 7-3, а 7-5. 7-4. И тут уже бы поборолись. А так... Отдали бой. Вот дан центр. Минус раз. Защита. Минус дюк. Вот его оставили, конечно, смотреть центр. Но... Один раз только он сумел минус 2 сделать. И все на этом. Что-то интересное от фарша. Скинул флешку. Два их. Выходит Гнус. Ну, подразмен. Еще тут... О, тут кошмар. Просто туристы. Туристы. Оглядываются на сено. Дейл первого. Остальных пропускают. Причем с одной стороны оба. Ну, два в два. Можно танцевать. Можно... Нет, дали уже поставить. Не успеют. Дали поставить. Красные ждут. На выход первый. Пошел! Ничего себе. Ничего себе. Ну, Реавольд. Все это дело заснял. ГГ. Все. Красные 3 очка. 12 у них. 12 у Титанс и Спортс. Теперь... Ну, правда, что красные будут стоять по личной встрече выше. Будут они стоять на втором месте. Титаны на третьем. Это абсолютно ничего не решает. Если так как бы и закончится у нас 7 туров, то встречаться с этим двум коллективом в полуфинальном матче. Ну, там уже Best of 5. Нужно выиграть аж 3 карты будет. Ну, там поборются. Ну, здесь пока размялись друг на друге. Больше, наверное, все-таки размялись. Красные на Титанах. Ну, Титаны поняли, с каким зверем они имеют дело. С Медведем. Ну, как бы Медведь. Животное грозное, да? Но есть у него такая особенность с Сайтлапой иногда. Ну, не знаю, как в полуфинале будет это. Не будет. Не знаю, я, по крайней мере, надеюсь на борьбу. Потому что, ну, все к тому идет, что будут у нас два полуфинала с двумя явными фаворитами. Да, там слив в одном, слив в другом. И без шансов, понятно, кто оказывается в финале. Ну, коллективчик все-таки, я думаю, именно этот. Именно Титаны должны дать бой. Так, ну, доиграем уже вторую фановую половину. Законсервируем счет конечный, который он будет. Да, но победный уже был одиннадцать, что там, одиннадцать. Дай бог памяти, пять. Надо добрать до четырнадцати просто-напросто. Ну, либо не добрать. Либо сейчас могут Титаны брать все остальные раунды. И будет тогда более-менее ровненький счет. Хотя мы-то прекрасно видели по игре, да, что без шансов все было. Уже во второй половине. Ну, видимо, что-то отрабатывают. Сейчас просто красные какие-то у них идут штуки, раскиды. Я не знаю, чем они тут занимаются. Занимают втроем центр, хорош. Дейл. Дейл убирает конкурента. Конкурента по команде. Фарша снял. В стоке. Ты куда пошла лавка, да, и закинул мухаешку туды. Тудыть. Растудыть. Заход А через центр. Слепой. Умирает один. Правда, подразмен попадает. Сразу же обидел. Ну, и на точке А абсолютно никого нет. Двое. Из ларца одинаково с лица. С Б. Кикони по полям с двух сторон. Сейчас посмотрим. На себя внимание Клв будет отвлекать. А Дейл, насколько я понимаю, с сотами ХП попрет в бой. Ну, не дали ему сразу выйти. Сразу же ворота встречает. И последний остается Клвей. За гробами у него тело. И слева у него тело. Но. Прям хоть ты разорвись. У меня не пять рук, да, один палец. Пять-два. Реавольт как этот сейчас, как добрый семьянин. Знаете, когда у тебя большая семья и скрипучий пол дома. И ты ночью очень сильно хочешь в туалет. И пробираешься такой. Холдами, холдами, холдами. Аккуратненько по стеночке. Треавольт так на центр вышел. Опа-опа-опа. Зачекал все. Чё-то... Ну тут, да, уже просто... Просто троллят титаны красных. Ну как троллят? Стоят на респе на своей тупой и всё. Красные, как бы... Соль-то на это дело по боку. Заходят на точку А и расставляются на ней. Ну вот это интересно. Пять в пять посмотреть. Стенка на стенку на точке А. Я так понимаю, да, что не растягиваются красные. Все они собрались. Можно там косить просто пшеницу. Забивать свиней. Ну если получится, опять-таки. Могут, правда, всех вот разложить. Флешка далековато эта будет. Да, просто всех раскладывают на заход. Вот, ни у кого ничего не получается. Жесть, какая-то ужас, кошмар. Просто машнит дым последний Дейл. И в перезарядке погибает. 6-2. А давайте летать. Малыш, давай полетаем. Масс-центр, причём у нас аккуратненький от красных. Тут их встречают. Нормуль. Разменчика. Пошли там как бы сток, но из красных там никого не оказалось. Пропускают опять-таки точку А. О, какой вид классный. Вообще всё видать. Кто где кого убьёт. Раскиды. Видите, как хаешка криво легла на этот. Как бы это назвать? Нарк. Ой, вообще какие раскидочки. Прям салюты-фейерверки. Не, ну не будут давать выходить. Калвей последний из ворот. И пошли добирать трик. Трик понёсся. Неугомоны. Думает он, что за той дверью. На самом деле за другой. Выходит и убирает. Убирает Калвей. 7-2. Всё. 14-5. Общий счёт у нас получается в пользу красных. Победой. На второе место они подпрыгивают. Хотя. Субтитры подогнал «Симон»!